Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаила Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Дань уважения тем, кто удостоен самых высоких государственных наград. В России отмечают День Героев Отечества. Российские власти выделили свыше 12 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам. Об этом подробнее в новостях экономики. Операция «Маяк». Сотрудники ГИБДД проверили, как самарские водители пропускают машины скорой помощи. Сегодня в России отмечают День Героев Отечества. Чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Кавалеров Ордена Славы и Ордена Святого Георгия. Сегодня горельеф ускорбящей матери Родины возложили цветы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, представители областных и городских властей, военнослужащие и кадеты. Об истории праздника и о том, почему этот день так важен для нашей страны, расскажем в нашем сюжете. В нашей стране 12 тысяч человек получили звание Героя Советского Союза. Более 1100 человек стали Героями Российской Федерации. Из них сегодня в живых осталось только 570 человек. В Самарской области сейчас живут пять Героев Российской Федерации, один Герой Советского Союза. Героями современных войн чаще всего становится посмертно. Сегодня в День Героев Отечества в стране вспоминают всех, благодаря чьим подвигам над Россией сейчас мирное небо. Чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Кавалеров Ордена Славы и Ордена Святого Георгия. Сегодня к Горельефу скорбящей матери Родины возложили цветы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, Герой Российской Федерации Игорь Станкевич. Во всех городах войск, во всех силовых структурах были свои герои. Герой – это символ. Конкретный человек, конкретный подвиг – это, конечно, важно. Но самое главное, он же не один был. Даже если он совершал подвиг один, он был в коллективе, был в огромной массе людей. И вот это отдание почести, памяти ярким людям, которые носят звание героя – это уважение ко всем защитникам Отечества. Лично для меня это день всех, кто с оружием в руках защищал нашу Родину. В 1769 году Екатерина II учредила Орден Георгия Победоносца и в этот же день был учрежден День Георгиевских Кавалеров, который праздновался до 1917 года. Праздник возродили указом президента России Владимира Путина в 2007 году. Он стал называться Днем Героев Отечества. В нашей стране много было войн, бед, героев очень много. Очень приятно, что их не забывают, чествуют. И благодаря им у нас в стране все хорошо, в порядке, и мы живы, и наши дети, внуки. Общественная организация «Герои Отечества» выпустила книгу «Энциклопедия подвига». Она состоит из рассказов о 297 героях Советского Союза и о 41-м полном кавалерии Ордена Славы, о 55-ти героях Российской Федерации, чья судьба связана неразрывно с Самарской областью. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Также в Самаре в этот день открыли мемориальную табличку, посвященную памяти Николая Баженова. В годы Великой Отечественной войны он воевал в 330-й стрелковой дивизии, дошедшей до Берлина. А после войны 12 лет работал прокурором Куйбышевской области. Табличка появилась на здании 46-й школы. Об этом подробнее в сюжете. Правнучка героя войны Николая Баженова Виктория с гордостью демонстрирует медали Ордена Великого Родственника. Награды семья Баженовых сегодня передала в музей. Самарской школе 46 присвоили имя прокурора Куйбышевской области Николая Баженова. И на стене здания открыли мемориальную табличку. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, прокурор Самарской области Сергей Бережицкий и родственники Николая Александровича. Сегодня мы начинаем череду памятных мероприятий, посвященную героям Отечества. И Николай Александрович, защитник Отечества, воин, фронтовик, защитник интересов граждан нашей, в то время Куйбышской, сегодня Самарской области, конечно, внес свой вклад. И в том, что наша страна сохранила независимость, победив в борьбе с кровавым врагом. И в том, чтобы в дальнейшем, состоя на службе его государства, Отечества, на службе закона, способствовать тому, чтобы наша страна процветала. Николай Александрович в годы Великой Отечественной войны воевал в составе 330-й стрелковой дивизии, дошедшей до Берлина. Был награжден Орденом Красной Звезды. Его тяжело ранили. С войны 22-летний герой вернулся инвалидом, что не помешало ему активно вступить в мирную жизнь. В мае 1969 года он был назначен прокурором Куйбышевской области. В истории областной прокуратуры Баженов был одним из самых ярких и незурядных личностей. Возглавлял ее более 12 лет. Затем 7 лет проработал первым заместителем генерального прокурора СССР. Правнучка Виктория родилась спустя 4 года после смерти Николая Александровича. Знает его только по рассказам отца и деда, но бесконечно гордится. Виктория учится в 8-м классе и теперь хочет перейти учиться в 46-ю школу, носящую имя ее прадеда. Для меня, допустим, было огромным потрясением, когда я узнала вообще про открытие школы, улицы. Когда папа сообщил, то есть его внук, я сказала, ого, как круто. Помимо 46-й Самарской школы, имя героя и почетного работника прокуратуры Николая Баженова носит улицы, расположенные в Красноглинском районе, в микрорайоне Новая Самара. Виктория Шарая, Константин Головин, События. С Днем Героя Отечества самарские военные поздравили ветерана Алексея Ивановича Кузина. Под окнами дома фронтовика оркестр исполнил небольшой концерт. Давайте посмотрим, как это было. Здравствуйте, уважаемый Алексей Иванович. Поздравляем вас с Днем Героя Отечества. Ветерану Великой Отечественной войны Алексею Ивановичу Кузину 95. Он кавалер двух медалей за отвагу. За мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Родины от немецких захватчиков, фронтовика поздравили военнослужащие Центрального военного округа. Личный состав мотострелкового соединения общевойсковой армии пожелал фронтовику крепкого здоровья и устроил сюрприз. Сейчас подготовили вам подарок. Оркестр сыграет для вас, да? Спасибо. Военный оркестр под окнами дома ветерана сыграл на духовых и ударных инструментах попури из популярных военных песен. Светлана Кудрявцева. События. В новых троллейбусах «Адмирал», которые появились на Самарских улицах в этом году, установили валидаторы. В каждом салоне по три платежных терминала, принимающих безналичный расчет. В чем будет заключаться работа кондукторов и сможет ли робот заменить человека, расскажет Мария Левина. Вставать еще до рассвета солнца и заботиться о комфорте пассажиров – это работа Анны Курицыной вот уже 20 лет. Хочется каждого пассажира обилетить. Пассажиропоток идет в три двери. Глазами видишь, нужно пробраться к этому пассажиру, обилетить его. То есть вот самый такой тяжелый – это час пик. То, что нам поставили валидаторы – это уже большой плюс. Так как заходит пассажир, подходит сам, берет себе чек и присаживается. Экспериментировать с формами оплаты проезда в Самаре начали в 2016 году. Тогда пробовали еще и турникеты, которые испытания не прошли. А вот валидаторы, на которых в конце концов и остановили выбор, показали себя хорошо. Установку терминалов начали в трамваях и троллейбусах, пользующихся наибольшим спросом среди самарцев. В прошлом году на 20-й и на 22-й маршрут также валидаторы установили. Это маршруты, которые проходят через весь город, везут большое количество пассажиров и, можно сказать, наиболее востребованы. На этот раз валидаторы появились в 22 новых троллейбусах «Адмирал», закупленных в этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Устройства должны разгрузить работу кондукторов, но не отнять ее. Контролеры смогут больше внимания и уделять заботе о пассажирах. Валидаторы принимают только безналичные платежи, а у нас есть еще и проезд за наличный расчет, соответственно, такого оборудования нет, поэтому, конечно же, кондуктора останутся. Также будут работать, продавать наличные билеты и в любом случае другая цель, которую мы преследуем, чтобы кондуктора смотрели, помогали за людьми, потому что много пользуется пассажиров, пенсионеров, то есть то же самое, чтобы смотрели за порядком в троллейбусе. Оплатить проезд через терминал можно транспортной или банковской картой и с помощью смартфона и другой умной техники. «Это очень удобно для пассажиров, тем более во время пандемии. Не нужно искать мелочь, сдачу. Ты можешь просто приложить любую банковскую карту, социальную карту, транспортную карту к терминалу и получить чек». Один валидатор стоит примерно 120 тысяч рублей. В салоне установлено три терминала у каждого из входов. В следующем году работы по оснащению общественного транспорта валидаторами планируется только продолжать. Мария Левина, Григорий Плешаков, События. В Самарской области за сутки зарегистрировали 749 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 578 пациентов. Чтобы создать коллективный иммунитет, в регионе продолжается вакцинация. Прививку от ковида сделали более миллиона жителей. В группе риска по-прежнему люди пожилого возраста. С ними работают специалисты социальных служб. Как в период пандемии им помогают социальные работники, расскажет Гульфия Сафина. Сызрань. Каждый день в городе выявляют десятки новых случаев заболевания коронавирусом. Коснулась пандемия из семьи Ярцевых. Пенсионеры Елизавета Николаевна и Алексей Алексеевич собираются в больницу уже на повторную вакцинацию. Ведь коварство болезни им известно не понаслышке. У моего брата умерла жена. Это нас подтолкнуло. Мы с мужем посоветовались, подтолкнуло пойти сделать вакцинацию. Где-то весной мы сделали. Сейчас вот едем на ревакцинацию. И сын у меня болеет сейчас с женой со своей. Помогает с решением по вакцинации пожилым социальные работники. Елена Колесникова с супругами Ярцевыми не первый год. В обоих случаях сама записывала и сопровождала получателей социоуслуг в медучреждении. Они отмечают, что ни у кого особых реакций на препарат не было. Все перенесли легко. У меня на обслуживании 13 человек. Это граждане пожилого возраста и инвалиды. Своей задачей я вижу сохранение их здоровья. Поэтому я вакцинировалась сама и оказываю помощь своим получателям в этом. Это мое призвание, можно так сказать. Зов сердца. У вас первый компонент. Спутник ВИК. Если инъекции три дня не мочить, тяжести не поднимать. Обезопасить людей, входящих в группы риска, одна из главных задач, поставленных на сегодня губернатором Дмитрием Азаровым. По оценкам медиков, лишь прививка способна дать прочный щит иммунитету в борьбе с пандемией. В регионе работают пункты вакцинации. Десять открыты круглосуточно. А приятный бонус для привившихся – возможность принять участие в викторине «Вакцинация – это жизнь», в рамках которой победители получают ценные призы. Следующий этап викторины – 22 декабря. Гульфия Сафина. События. Позаботились о здоровье и выиграли ценный приз. Кто стал победителем второго этапа викторины «Вакцинация – это жизнь», расскажет Мария Левина. Студентка Юлия Федружкова решила обезопасить себя от коронавируса и прошла вакцинацию. Пока ждала приглашения в процедурный кабинет, на стене увидела плакат с викториной «Вакцинация – это жизнь». Когда регистрировалась и подумать не могла, что станет обладательницей главного приза – однокомнатной квартиры в Самаре. Мне позвонили с утра. Взяла трубку и мне говорят «Здравствуйте, Юлия, вы выиграли квартиру». Я такая «Что? Серьезно?» Иду к маме, мама стоит на кухне, посуду моет, водой шумит. Я говорю «Мама, выключай срочно, смотри, что говорят». Она не верит, конечно же, мне. Я тоже сама стою, не верю до конца. Но меня убедили, что все правильно. Я вообще не верю. Это подарок судьбы, особенно под Новый год. Подарком на день рождения стал автомобиль для второго победителя викторины пенсионерки Лидии Степановой. Вакцинацию она планировала уже давно, но останавливали противопоказания. И как только врач дал добро, Лидия сделала прививку от коронавируса. И автоматически стала участником викторины «Вакцинация – это жизнь». Хоть и мыслей о выигрыше не было. Нет, нет, конечно, не было. Я просто, ну, прочитала, увидела, обрадовалась за людей. Думаю, ну вот, кто-то выигрывает. Кому-то повезло. Испытать свою удачу будет шанс у всех, кто сделал прививку с 24 сентября прошлого года. Третий, финальный этап викторины состоится 22 декабря. Стать счастливым обладателем квартиры, машины или сертификата номиналом 4000 рублей сможет и любой самарец, кто успеет привиться до 20 декабря включительно. У нас очень хорошо вакцинируются жители Самарской области. Вот, соответственно, те, кто это делает сейчас, они попадают в этот розыгрыш автоматически, давая согласие. И, соответственно, те, кто вакцинировался до ноября месяца, могут присоединиться к викторине в заявительном порядке. Сделать это можно на сайте карта жителей Самарской области в разделе «Викторина». Мария Левина, События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарая уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Михаил и уважаемые телезрители. Российские клиенты туроператора «Музенидис Тревел» предъявили требования страховой компании на возмещение ущерба. О какой сумме идет речь? На кону 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это те деньги, которые должен туроператор за невыполнение обязательств перед туристами. Расскажу об этом подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 10 декабря – 73 рубля 59 копеек. Евро – 83 рубля 34 копейки. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 75 долларов 76 центов за баррель. Российские клиенты туроператора «Музенидис Тревел», специализировавшегося на греческом направлении, предъявили требования страховой компании на возмещение ущерба на сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей за невыполнение обязательств. На сегодняшний день страховая компания получила более 8 тысяч требований. Один из крупнейших туроператоров на греческом рынке, «Музенидис», стал испытывать трудности после смерти в марте своего основателя и главы Бориса Музенидиса. Российский филиал фирмы 12 ноября объявил, что не сможет выполнить свои обязательства перед туристами. «Ростуризм» в тот же день опубликовал приказ об исключении из единого реестра туроператоров пяти российских юридических лиц компании. Их ответственность была застрахована на 80,5 миллионов рублей. По информации «Ростуризма», российским офисом греческого туроператора «Музенидис Тревел» было получено порядка 18 миллионов евро, а 27 тысяч российских туристов. Деньги были переведены в центральный офис компании, но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионный бюро по забронированным турам от туроператора денег не получили. Российские власти выделили свыше 12 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетника. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он поручил главе Минтруда Антону Катякову взять исполнение этого решения под личный контроль и проследить, чтобы деньги дошли до адресатов во всех регионах страны. Ранее президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров до 15 июня 2022 года выделить средства на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников. В конце ноября Путин допустил новые меры поддержки граждан. По словам президента, они укладываются в рамки бюджета и будут выполнены в полном объеме. С 1 января 2022 года крепкий алкоголь существенно подорожает из-за предполагаемого повышения минимальной розничной цены. На сегодняшний день о росте закупочных цен с начала следующего года заявляют 8 поставщиков крепкого алкоголя. Предполагаемый рост цен составит от 4 до 10%. Помимо повышения минимальной розничной цены, производители крепкого алкоголя ссылаются на повышение затрат на логистику и рост тарифов, а также на низкую урожайность виноматериалов, увеличение стоимости комплектующих и подорожание энергоресурсов. Поставщики вин также направляют письма с просьбами принять повышение цен с нового года. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Рука помощи в трудные времена. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли города Самара реализует несколько мер поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса. Среди них, например, грант на погашение процентов по действующему кредиту. Кому положена такая помощь, расскажем в следующем сюжете. Детская площадка у храма Кирилла и Мефодия и игровая зона вертолетной площадки. Все это работы компании «Мастер Лека». Они более 12 лет занимаются резиновыми покрытиями и около 10 лет детским игровым оборудованием. Их площадки можно увидеть во дворах, скверах и парках Самары и Самарской области. У нас достаточно широкий спектр. Мы делаем и спортивные площадки, и профессиональные, и стадионы, и детские площадки. Причем все, которые по сертификации, по новому техническому регламенту соответствуют, чтобы была учтена вся безопасность наших детишек. В этом году, чтобы приобрести новое оборудование, фирма взяла кредит. Погасить его часть поможет поддержка администрации города Самара. В 2021 году, в непростой период пандемии, субъектам малого и среднего предпринимательства была предоставлена возможность получить гранты на возмещение понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на сумму до 300 тысяч рублей, если организация зарегистрирована в Самаре, не находится в реестре недобросовестных поставщиков, и имеется действующий кредит на сумму более 500 тысяч рублей. Подать такую заявку можно было до 30 ноября. Продлили сроки для того, чтобы поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства, которые могут получить в результате до 300 тысяч рублей. Предпринимателям как раз выплачивается сумма, которую они понесли по уплате процентов по кредитам. Либо это оборотные средства, либо это основные средства. Чтобы поддержать бизнес, городские власти также рассматривают и вопрос об освобождении от уплаты земельного налога за 4 квартал 2021 года субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в сферах деятельности наиболее пострадавших в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Сергей Баскин. События. Проверили более 2000 владельцев гражданского оружия и составили 70 административных протоколов в отношении нарушителей правил условий хранения. Самарские полицейские подвели итоги оперативно-профилактической операции по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. В результате выявили 7 преступлений, изъяли 83 единицы незаконного оружия и более 300 патронов различного калибра. Полицейские напоминают, что на территории региона лица, добровольно сдавшие предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности. Сотрудники госавтоинспекции проверили, уступают ли самарские водители дорогу машинам скорой помощи. На дорогах города провели операцию «Маяк». В рейд с инспекторами отправился Никита Колосов. Он расскажет подробности. Роман Буралов за рулем автомобиля скорой помощи 3 года. Признается, что работа несложная, но ответственная. По мнению водителя, в последнее время участились случаи, когда автомобилисты не уступают дорогу скорой, из-за чего снижается оперативность прибытия врачей на вызов. Для того, чтобы объяснить водителям, как и почему важно пропускать медиков, Роман решил поучаствовать в профилактической операции ГИБДД «Маяк». Привлекать внимание, чтобы водители пропускали спецтранспорт, так как очень много вызовов. Сотрудники госавтоинспекции на регулярной основе совместно с водителями скорой помощи проверяют самарских автомобилистов на внимательность и соблюдение правил дорожного движения. Во время эксперимента машина скорой с отключенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами в сопровождении экипажа ДПС передвигается по улицам города, где водитель чаще всего не пропускает спецтранспорт. Инспекторы останавливают нарушителей и выписывают им штраф. Напомню, что законодательно предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 19.17 код с административным правонарушением, где влечет наложение штрафа на водителя от 3 до 5 тысяч рублей, либо лишение права управления от 3 месяцев до 1 года. За 11 месяцев этого года составили 4 протокола об административном правонарушении. В прошлом году за аналогичный период выявили 11 нарушителей. Пойдите, товарищи водители, навстречу и сами, сами проявите гражданскую сознательность и пропустите скорую помощь. Это не заставит вас долго задержаться на перекрестке. 2-3 секунды они очень многое решают, потому что жизнь человеческая, она бесценна. На этот раз операция «Маяк» на дорогах Самары прошла успешно. Во время проверки все водители проявили внимательность и пропустили скорую. Даже те, кто ехал по встречке. Никита Колосов, Николай Сидоров, События. Минифутбольный клуб «Динамо Самара» на один шаг стал ближе к полфиналу Кубка России. В первой четвертьфинальной игре на домашнем паркете волжане переиграли на рийский никель и создали небольшой задел перед ответной игрой. Подробности расскажем в рубрике «Новости спорта». Четвертьфинальный кубковый матч против норильского никеля игроки «Динамо Самара» начали уверенно, уже на первой минуте открыв счет. К концу первого тайма хозяева еще дважды огорчили голкипера гостей, который сам в ответ забил гол. Это было неудивительно, ведь норильчане регулярно подключали своего вратаря к атакам, используя его как пятого полевого. Ну, естественно, затратно, тем более, когда они не полевого игрока выводят, а вратарь сразу подключается, им не надо даже меняться. Ну, и у них часто они это делают, поэтому, ну, разбирали это тоже. А пару раз ошиблись, конечно, когда бежали в вратаря на их половине поля. Но в этой игре результат сложился в нашу пользу. Второй тайм начался с обмена опасными ударами. На 30-й минуте Котлеров дальним ударом увеличил разницу в счете – 4-1. Чтобы взбодрить команду, гости поменяли голкипера и тут же отыграли один мяч. Затем игроки Никеля все больше проводили время в атаке, но самарцы отвечали опасными контратаками, одна из которых завершилась точным ударом Ляльна. А на 45-й минуте Фернандо забил гол в пустые ворота со своей половины поля. Он стал первым для него после возвращения из лазарета. Для меня это очень важный гол после месяца восстановления травмы. В последние минуты гости устроили настоящий штурм ворот соперника, но самарцы уверенно отбивались и даже имели шанс еще забить. Финальная сирена зафиксировала на табло счет 6-2 в пользу «Динамо». Много играли в обороне, тем более было за что держаться, счет был в нашу пользу, поэтому команда терпела, молодцы, но это только первый тайм будет ответ на игра, который, так скажем, второй тайм, где там все будет решаться в Норильске. Ответ на игра состоится 19 декабря в Норильске. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух матчей. Норильский «Никель» выигрывал Кубок России в 2020 году. У «Динамо» Самара самый высокий результат в турнире – полуфинал в 2019-м. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте «Самара ГИС», в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова